вот такой вот серки типа полна обзор и проблема в том что у него от лоблин кончик ну даже скорее не на обзора на переточку он попал да здесь такой очень довольно хлипенький лайнер лог но общем то у него есть дополнительная блокировка для того чтобы он у нас полностью не открылся как-то она так специфически работает но плюсом этого ножа является его очень низкая стоимость по моему владелец купил за 1800 рублей то есть сейчас это очень низкая стоимость для ножей то есть такие упоры тут все дела но отломался кончик очень легко то есть он поковырял всего лишь такую как скажем он ведь очень трухлявую деревяшку решил поковырять решил проверить нож и общем то здесь я уже замерял здесь на кончике где от отломлена всего лишь один миллиметр толщины и принципе нож не выдержал то есть по идее сталь должна быть должна бы выдержать такие нагрузки то есть ну пусть погнуться бы да но не так чтобы отломиться ну вот как то так ладно посмотрим что можно сделать с этим ножом вот что происходит при заточке ножа на сухую в общем то думаю видно весь этот металл который здесь остается в макро особенно да сама точилка классно в общем то исправляется кончик уже это на самом мелком камне значит вот они все остальные в общем то что хочется сказать что удобно но я угол здесь на глаз смотрел на как бы удобно выставляется все углы еще точилкой пользоваться очень удобно удобно все разворачивается удобно то что вот здесь вот усилия с которым разворачивается но как бы тоже выставляется здесь все настраивается То есть вообще мне очень понравилось Все, полностью доволен на все 100% Камни переставляются легко То есть вот здесь есть пружинка Нажимаете, соответственно камни переставляются Значит, в прошлый раз я вот точил на мокрую И что-то вот так много было, так скажем, грязи Я решил в этот раз попробовать на сухую поточить Но, наверное, все-таки на мокрую более правильно во всех смыслах Значит, ну, удобно, подставка удобна Вот это вот не значит, что все сыпется Поэтому, в общем-то, есть такая просто неприглядная газетка Как-то так Что бы хотелось сказать Наверное, мне не хватает только более, так скажем, тонкого камышка То есть менее зернистого Сейчас мы этот вот вытащим Значит, посмотрим, сколько у него Это тысячник Вот здесь у них все дублировано Не знаю, увидите, сейчас фокус фокусируется не туда немножко Вот он, тысячный камышек И это самый мелкий, который у меня есть Мне бы хотелось еще меньшую зернистость Но я думаю, что докупить можно, в принципе При желании, как бы вопросов здесь особо отбыть не должно Значит, смотрим Ну, в общем, кончик выправил Как его еще выправляют? То есть вот так вот убрал его То есть как бы вот так скруглил В принципе, сейчас он острый То есть так бреет, так скажем То есть в принципе, больше его не нужно Да, здесь клин практически не по центру Люфт Люфт присутствует Замок Замок как-то хлипенько Честно говоря, смотрите, как лайнер может уходить Аж до вот этого вот замка И только потом он упирается Короче говоря, как-то это все ненадежно Мне кажется, лучше бы его и не было Ну, ход, кстати, ничего Довольно большой Довольно такой внушительный по размеру нож Владелец сказал, что купил его за 1800 рублей В принципе, я вот не помню, сколько стоит этот опинель Но, по-моему, дешевле Конечно же, куда меньше Да, но вот Вот-вот-вот Гансах тоже, кстати говоря По-моему, в том же самом ценовом диапазоне Вы видите, да Серкики он как бы крупнее Но, понимаете То, что он крупнее Это значит, что его не так удобно носить По большому счету То есть носить его менее удобно Нежели, в принципе, какой-то нож покомпактнее Сказать, что он мощный Я не скажу Во-первых, замок очень тоненький Ну, мне кажется, откровенно слабоват И здесь он вообще ходит Как сказать, вот Не знаю Ну, очень-очень слабоват Вот прям хлипенькая конструкция Вот, во-первых А-вторых, получается, что вес и размер довольно тяжелый Режущая кромка не такая уж и большая Ну, вот, в принципе, смотрите С обломанным кончиком, как у Эндуро Значит, и получается, что при этом, при всем Как бы толщина, ношение не так удобно А силовую работу им не сделаешь То есть, если бы сказать, что нож для силовой работы Но я думаю, что даже тот же самый Ганзо Он будет больше, так скажем Ну, покрепче все-таки должен быть Я думаю, что ему не так легко кончик отломать И для силовой работы он подойдет получше Чем тот же самый, ну, в данном случае, Серкити Поэтому, конечно же, очень большой вопрос в этом ноже В принципе То есть, если вы хотите резачок за недорога То, как бы, есть альтернативы Есть и брендовые альтернативы Есть и, ну, менее брендовые альтернативы Но, как бы, варианты есть Это я так вот сходу просто взял То, что под руку, грубо говоря, попалось Поэтому, в общем-то, я бы сказал, что Мне не совсем понятен такой нож Как-то... Ну, и популярности у него, в принципе, по большому счету нет Хотя у Серкити есть интересные ножи Но вот именно такие простые-простые модели Ну, не совсем я понимаю, зачем они Они излишне какие-то толстые по рукояти Я уже не первый раз это видел Кстати, сталь точилась довольно легко То есть, она, как бы, такая вот Ну, простенькая в плане заточки Поэтому что-то здесь довольно мягкое Само по себе Ладно, такие какие-то мнения по этому поводу Всем удачи, всем пока!